Друзья, на ваших глазах Михаил Тимошин получает квалификацию на Олимпию 24 года. Друзья, на ваших глазах Михаил Тимошин получает квалификацию на Олимпию. Друзья, на ваших глазах Михаил Тимошин получает квалификацию на Олимпию. Друзья, на ваших глазах Михаил Тимошин получает квалификацию на Олимпию. Друзья, на ваших глазах Михаил Тимошин получает квалификацию на Олимпию. Друзья, на ваших глазах Михаил Тимошин получает квалификацию на Олимпию. Друзья, на ваших глазах Михаил Тимошин получает квалификацию на Олимпия. Продолжение следует... 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 Нужно избавить обороты, нужно после сезона я уже планы настроил, что сделать УЗИ, всевозможные, ЭКГ, то есть проверить полностью чекап сделать. И в осенний, зимний период я, в принципе, этим всем займусь. А когда последний раз-то отдыхал? То же самое было год назад ровно, то есть в последний межсезон у меня был, точнее, ну да, отдых-межсезон, это прошлый ноябрь, декабрь, январь. В январе у меня началась уже подготовка и сезон целый год продлился. Как вы уже поняли, проблемы с визой, и это сейчас не редкость для спортсменов и не только для людей из России. Миша выпускает свой шанс, но не сдается. Продолжает упорную работу в погоне за мечтой. Совместно со своим тренером Франциско, они выбирают еще несколько турниров, пройдя которые, берут отдых и восстановление. Как поделился Миша, что они делают это не так часто, потому что выступать приходится много. Для того, чтобы быть профессионалом, ты должен постоянно быть на виду и давать о себе знать, показывать результаты. Миша, ты работаешь со многими спортсменами, наверняка приходят уже люди к тебе с каким-то багажом опыта. Можешь рассказать какой-нибудь трэш, допустим, по дозировкам, по, может, каким-то добавкам питания, что-нибудь такое, что тебе прям запомнилось? На самом деле, да. Очень часто история, к сожалению. Конечно, если ребята приходят, которые работали с нашими тренерами, типа, там, ну, Вася, там, Ермака, да, Вовы, у нас бывает часто пересекаются подопечным. Там, в принципе, все зачастую нормально, но бывают исключительные случаи, да, когда, знаешь, приходит человек абсолютно любительского телосложения, который тренируется для себя. И у него, там, одного тесосерона дозировка больше, чем у меня при весе, там, ну, около 100 килограмм в высоком росте. И ты ему начинаешь с ним работу, то есть, и начинаешь его от этого, наоборот, отдалять, понижать все, да, делать мост. И потом, когда ты ему даешь, условно говоря, там, 375-400, что, в принципе, для него вообще адекватно, начинаются жалобы, там, а не мало ли, мне не хватает, там, восстановления. Ну, то есть, это уже чисто, вот, в голове, потому что я уже сам убедился на практике, что дозировки – это вообще такая история, которая никак прямо не влияет на развитие мышечной массы. Потому что, нет, она, конечно же, да, там, я утрирую, атлет весом 130, он будет стоять больше, чем я, но это нормально. Но мы, например, с Франциско к второму году работы, точнее, мы два уже работаем, сейчас мы пришли к тому, что у нас дозировки меньше, чем когда мы начинали работать. И при этом я по массе, по обвесу мышечному вырос относительно того, как мы начинали. То есть, у меня вот опыт абсолютно обратный, что при более низких дозировках мы стали выглядеть намного лучше. Ну, а слышал ли ты такие истории, там, 3-4 грамма, то есть, ну, я вот, допустим, на таком случае. В сумме, да. То есть, не, конечно, одного такие ко мне не приходили, но в сумме видел и 700 трена, 1000 трена тоже видел. И это, конечно, ну, просто, ну, я не знаю, как люди, в принципе, спят на таком даже. Спасибо. 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 Ну, не сейчас, да. В целом, ты профессионал. Твои расходы очень сильно увеличились, особенно то, что ты стал ездить на турниры не внутри страны. Расскажи о своих спонсорах, о своих доходах, кто тебе помогает в этом всем. Ну, может, какую-то там огласку небольшую можешь дать. Так, ну, вообще, мне сейчас несколько, да, партнерских команд. Не так давно, вот, буквально ты один из первых, наверное, кто об этом узнаешь. Это заключил контракт с брендом SkyTech Nutrition, венгерский бренд. То есть, они сейчас, наверное, основной моей командой становятся. Есть также спонсорские соглашения с брендами одежды. Ну, это, в принципе, я думаю, такая. Не основная поддержка к соревнованиям, а такая побочная от бодибилдинга. Потом, естественно, ну, я не знаю, как, если что, вырежешь про это. Поддержка от брендов спортивных витаминов для роста мышц и так далее. То есть, у них тоже, они свою поддержку оказывают в том числе. Ну, в принципе, наверное, на этом все, да. Затраты реально взросли. Особенно сейчас поездки, авиабилеты стоят, ну, очень больших денег. И самое главное, что в начале карьеры мне тоже очень серьезно помогала команда Усманова Тим. То есть, я вот в ней состоял. Сейчас просто ребята немножко ушли в другую область. И мы сейчас уже меньше гораздо сотрудничаем. Но все равно огромная помощь была именно на начальном этапе карьеры. Непосредственно от Дмитрия Николаевича, от вице-президента компании. Вот. Ну и, конечно же, да, у нас, я думаю, что спорт, вот именно бодибилдинг в России, он без какого-либо там меценатства, без поддержки, он, блин, вообще невозможен. Здесь такие условия просто для атлета. Ну, невозможно, если ты уже как в про переходишь, да? Ну, конечно, на региональных турнирах, да, что-то там ты качаешься, ешь, в принципе, да. Ты просто просох, поменьше поел, приехал на машине в другой город или на поезде и вышел на турнир, да. Ну, в принципе, затраты не такие уж и большие. А что касается, конечно, международных турниров, то да. Если раньше это было реально даже самому потянуть. А примерно можешь цифру еще назвать? Сколько выходит, ну, примерно одна поездка на турнир? Ну, наверное, если взять прям минимум, прям вообще самый-самый минимум, это 200 тысяч, это минимум. И это направление такое для нас комфортное. Это типа Дубай, там, Корея, опять же, да, то есть в Корею, например, билеты эконом туда-обратно могут стоить там, ну, 50 тысяч рублей. Плюс там 70 отель, это уже 130. Ну, и остальные расходы, они добьют по-любому до 200. Это считается самый-самый бюджетный вариант. То же самое Индия, например, то же самое, там 50-60 билеты будут стоить. Столько же отель в зависимости от того, на какой период вы едете. И сопутствующие расходы грим, еда, такси и так далее и тому подобное. То есть это сейчас минимум. А раньше у меня сметы даже оставались старые. Меньше 200 тысяч, меньше 200. Я мог съездить на несколько турниров, на два, например, турнира. Это у меня даже сметы, вот, наверное, есть за 19-й год, где Денис Джеймс Классик, Румыния Мастелл Фест, там точно сумма меньше 200. А сколько в год ты стараешься сделать турниров? У меня нету, знаешь, такой планки. Мы, в принципе, вот начало сезона, да, после Нового года, смотрим календарь, определяем цели. Я всегда делаю так, чтобы моя цель была, и с ней рядом еще несколько турниров. То есть чтобы у меня был не один шанс выступить. В этом году было то же самое, но получилось так, что я выиграл с первого турнира, и я уже просто не полетел на второй. Вот, то есть я хочу, наверное, такую отметку поставить, что два – это минимум, три, наверное, рядом – это максимум. Бывало, что я делаю четыре, но я понял, что это слишком, это прям реально тяжело, такая нагрузка на организм серьезная, когда четыре подряд идут. Поэтому два – три. Начнем вот, наверное, точнее, вот такую вот цифру. С точки зрения вот контракта с SkyTech, есть ли обязательства, сколько турниров в год ты должен делать или нет? Нет, такого обязательства нет. То есть я думаю, что компания просто просит выполнять свои вот другие обязательства, там, касаемо медиа-контента и все. Что касается шоу конкретного, такого нет. Участие может в каких-то выставках? Да, выставки, да, естественно. То есть если компания будет заинтересована тебя привезти, сейчас большая выставка вот осенью будет в Дубае, Dubai Muscle Show. Но у меня просто вообще никак не бьется по датам там присутствовать, у меня как раз Корея будет в эти же даты, поэтому меня на ней не будет. Вопрос касаемо твоего тренера. Ты работаешь с западным тренером, я думаю, многих будет интересовать, во-первых, стоимость работы, потому что есть мнение, что это дорого, но также вот я, пообщавшись со многими уже атлетами, знаю, что это даже бывает дешевле, чем в России. Вот, и расскажи про подход, в чем отличается, ну, наверняка, ты работал с кем-то из России, то есть есть ли какие-то прям отличия? Ну, во-первых, что касается стоимости, да, я не буду прям конкретно нашей договоренности рассказывать. То есть они у каждого могут быть разные, да? Да, потому что стоимость реально может быть разная, то есть я также знаю примеры, когда обращаются к моему тренеру, и люди платят в 2-3 раза больше. То есть действительно, я не знаю, хорошо это или плохо, судите сами, но есть такая история, что стоимость для каждого атлета может быть разная. Как бы я, в принципе, сам иногда иду на какие-то лояльности по работе с клиентами, да, кто-то там просит, например, из регионов, ребята там, например, я могу им чуть-чуть другие условия дать. И у тренера то же самое, у моего. Что касается отличий, ну, то есть, если давайте в цифрах, все равно, я думаю, всем будет интересно, наверное, да? Это от 2 тысяч долларов, ой, ты от 2 тысяч евро в год до, ну, до 5, до 7, то есть вот плюс вот-то разброс очень большой. Может быть 2, может быть 4, может быть 6. Что касается отличий, в первую очередь у них очень большое внимание к добавкам, к мелочам, к препаратам, которые поддерживают твое здоровье. Причем таким, которые, знаешь, ты читаешь аннотацию к препарату, и у нас все думают, что он, например, должен просто сбивать давление. Там написано, что на дистанции это риск снижения сердечно-сосудистых заболеваний. То есть у них очень много идет еще профилактических добавок, ну, по крайней мере, вот у Франциска, которые... Думают наперед, так сказать. Да, да, то есть которые просто они на будущее рассчитаны, так скажем. И сейчас, например, тебе может вообще не быть в этом необходимость, но если ты почитаешь, изучишь про этот препарат, то сразу все становится понятно, почему тренер его написал. То есть внимание к мелочам, наверное, основное отличие. По ходу разговора цели на будущее, кем ты себя видишь? Вот сейчас ты тренер онлайн, профессиональный спортсмен. Как ты видишь себя, ну, заглядывая немножко дальше? Все равно карьера, она же не вечная, то есть чем ты будешь дальше заниматься? Есть ли какие-то планы? Конечно, но вообще, учитывая то, что у меня сейчас 30 лет, да, я вполне закладываю, что следующие 5 лет, например, может быть даже больше, это же будет зависеть от здоровья, мы не можем на 100% прогнозировать, что с нами будет. Но мне бы хотелось, наверное, еще следующие там 5 или чуть больше лет опять посовещать. То есть это тренер и спортсмен, в большей степени спортсмен, меньше тренер. То есть вот именно процентное соотношение 70 спортсмен, 30 тренер. Это ближайшие там 5-6 лет. Что касается после, да, мне бы очень хотелось, так скажем, то, что я вижу сейчас, что происходит в российской индустрии бодибилдинга и фитнеса, и о чем говорят люди, которые якобы имеют авторитет в массах, мне это сильно не нравится. И я бы очень хотел, чтобы мы, наше нынешнее поколение, это вот Мова Яковлев, Бася Ермаков, Паша Жарков, я, чтобы мы через вот эти вот годы вышли на эти вот места, на места, так скажем, экспертов, уже заслуженных лиц, и уже индустрию более в правильном направлении двигали, так скажем, наших российских. То есть уже, да, больше, намного уйти в тренерство, то есть уже создать свою полноценную команду, гораздо больше внимания уделять личным встречам, подготовке спортсменов. Как вот, например, у моего тренера, условно говоря, у него даже офис есть целый в Испании, где к нему ты можешь записаться, там, пойти на позирование, там, и что-то в этом роли, да. И, по сути, ну, то есть тоже делать больше командных сборов, больше живых встреч, ну, и больше такой оффлайн работы с атлетами. То есть полноценная такая тренерская деятельность. Плюс, как я уже сказал, хотелось бы уже двигать в нашу индустрию в нужное русло, в нужное, почему я так говорю, опять же, да, у кого-то может вызвать этот вопрос, потому что сейчас то, что проживаем мы, это вот все лица, про которых я сказал, в том числе и я, мы обладаем уникальным опытом, которого нет ни у кого другого, потому что именно мы сейчас ездим по миру, смотрим турниры NPC, общаемся с первыми лицами индустрии, смотрим, как судят первые судьи индустрии, такие как Стив Вайнгрегер, Джим Мэннион, знаем многих из них лично, да, чего не могут, чем не могут похвастаться нынешние заслуженные наши ветераны, которые сидят и представляют сейчас индустрию. То есть мы сейчас вот это все проживаем, набираем все опыта, и я надеюсь, что мы как раз-таки, ну, так скажем, привнесем что-нибудь в этот спорт в России. Круто, крутой ответ.